Раньше считалось, что популяции изолированные, те, которые с небольшой численностью, за счет того, что там близкородственные браки, выбор партнеров брачных очень ограничен, выщепляются с большой частотой наследственных заболеваний, менделирующие наследственные заболевания, которые наследуются по менделюцкому типу. То, что касается мультифакториальных заболеваний, считалось, что это вообще, в принципе, не может быть такого большого эффекта оказывать, потому что много генов, собственно говоря, они располагаются достаточно произвольно, комбинируют между собой. Нами бы было показано, что и на мультифакториальные заболевания, значит, особенности генофонда и имбридность популяции оказывают тоже несомненные заболевания. Мы обследовали популяции восточной Сибири, это Тафалары, Ирхутская область, это тувинцы тот же, которые проживают в тех же самых практических условиях, они разделены между собой только саянским хребтом. Потом мы смотрели Далган Таймыра, это Хатанга и ряд факторий, и Якутов Таймыра, это несколько южнее, тоже изолированная популяция. И, значит, было показано, что степень имбридности влияет на распространённость заболевания и на наследуемость. Так вот, популяции Далган Таймыра и Тафалар, они по генофонду более сходны с русским населением города Москвы, и там наследуемость была очень похожа между русским населением, Далганами и Тафаларами. А популяции якутов Таймыра и тувинцев, тотжинцев, там накопление заболеваний в семьях ревматизма вообще не существовало, это как спорадические случаи. И частота заболеваемости ревматизма была значительно ниже, чем в московской популяции, при том, что стриптококковая инфицированность среди этих популяций была более высокая, нежели чем в популяции Далган Таймыра и Тафалар. Следующие вот очень интересные результаты, которые были получены, это результаты на семьях анализ сцепления. То есть, что это такое? Идеология достаточно простая. Чем ближе два гена расположены друг от дружки, тем они чаще будут семье передаваться совместно. Значит, если мы предположительно ген чувствительности к ревматоидам артриту и берем, предположительно, мы еще не знаем, где он и как он, и берем определенные генетические молекулярные маркеры, изучаем совместно заболевания, все их с повторными обязательно случаями, вот распределение тех маркеров, то чем меньше рекомбинации между этими двумя генами, тем больше вероятность того, что вот этот маркер и ген расположены на одной и той же хромосоме в одном и том же регионе. Вот проведенный нам анализ такого рода показал, что мы, во-первых, идентифицировали хромосому, на которой даже две, на которых лежат гены предрасположения к ревматоидам артрита. Один ген – это 14-я хромосома, второй ген – это 12-я хромосома. Более того, на 14-й хромосоме нам удалось свести этот регион до очень небольшой протяженности. Расстояние 5 с антимарганит – это очень маленькое расстояние, которые и лежат они рядом, что интересно, они лежат рядом с генами, которые детерминируют синтез Т-клеточных рецепторов. А Т-клеточный рецептор – это центральная теория вообще возникновения патогенеза ревматоидового артрита. Т-клеточный альфа-рецептор и Т-клеточный дельта-рецептор. И было показано тоже молекулярными методами, что там носительство определенного генотипа, их там достаточно много, и носители этого генотипа имеют более высокий риск возникновения ревматоидного артрита, чем остальные носители других генотипов. И вот последние исследования, там же мы изучали и полиморфизмы других генов, в частности генов в С-фрагментах иммуноглобулина G, и интерлекина-10, цитокинов. И там тоже были найдены достаточно интересные вещи, то носительство, к примеру, генотипа ВВ, который это ФЦ-фрагментка иммуноглобулина G, они... залезли в науку полностью. Очень давайте вот это вот... Ладно. Как-то вот очень коротко. Ладно. Вот что дали... Да, вот прям вот одной фразой. Иначе все. Мы влезли... Нет, я уже заканчиваю, кстати говоря. Мы влезли в такую... Вы понимаете, что это в общем фильме будет не очень, так сказать... Здесь как бы мы... Я понимаю... Вырежьте. Здесь просто-напросто я хочу проиллюстрировать, что вот носительство определенного генотипа, значит, этот генотип обладает большей активностью, большей, допустим, способностью связывать инородные антигены, и поэтому его частота среди заболевших более низкая по сравнению с тем, что вот, допустим, генотип ФФ. Его способность связывать инородные антигены наиболее низкая, наиболее слабая, и он чаще встречается у больных ревматоидного артерита. То есть неэффективен. Вот, собственно говоря, подход, какой должен быть. Не просто вообще определить, носить чаще и реже, а, собственно говоря, что за этим лежит. А в настоящий момент мы занимаемся молекулярно-генетическими исследованиями у стопороза и у стаартовоза. Значит, здесь тоже вот немножечко хотелось бы сказать, что если взять один ген, то, собственно говоря, информативность этого такого рода подхода, она не очень большая, потому что ген, он же не в безвоздушном пространстве, он между собой, они взаимодействуют, комбинируют. Вот на основании вот этого представления нами создана сеть генов, которые между собой функционально связаны. Их 13 штук, этих генов, которые мы первоочередно изучаем. И в том числе сюда входят рецепторы витамина D, которые определяют эффективность, собственно говоря, восприятия организма, витамина D, который получается с пищей. Сюда входят рецепторы эстрогеновых рецепторов, которые тоже определяют, собственно говоря, насколько этот эстроген будет связываться и оказывать влияние на организм человека. Сюда входят цитохромы, которые определяют синтез эстрогенов, как таковых, его эффективность этого синтеза. Сюда входят гены, но это уже ВНТ сигнального пути. Чем эти гены интересны? Что мутация в одном из генов вызывает с одной стороны густопороз в раннем возрасте, который наследуется по менделирующему типу. И в этом же гене, но в другом регионе мутация вызывает уостопит рост, то есть уплотнение костей и тяжелые заболевания, которые, как правило, витально в пределах полутора лет. И сюда же входит система, которая ответственна за резорцию костной ткани. Это на слуху, я думаю, что для наших, которые будут смотреть эти гены знакомы. Это РАНКЛ, РАНК и ОПГ. Причем ОПГ является антагонистом РАНК. И РАНКЛ те ответственны за резорцию. А этот блокирует резорцию. Более того, в настоящий момент уже прошли клинические испытания на западе вот этого ОПГ, который, собственно говоря, блокирует вот эту вот цепочку и снижает процессы интенсивности резорции костной ткани. По всем из этих маркеров, приостопорозии, те же самые маркеры. Я могу еще больше сказать этих, но уже не надо. И здесь было показано, что на самом деле и полиморфизм по витамину D, и полиморфизм по коллагенам первого и второго типа, и полиморфизм по эстрогеновым рецепторам оказывает влияние на чувствительность к остопорозу и, как ни странно, к остеоартрозу, но только разные генотипы. При остеоартрозе, допустим, один генотип участвует, допустим, С большой, С малой, а при остеоартрозе там С малой, X малой, к примеру. И мало того, что мы такого рода анализ чаще, реже проводили, среди больных и среди контролем, мы проводили анализ то, что называется протеомика, элементы протеомики. То есть коррелируют ли, связаны ли между собой эти полиморфизмы с показателем минеральной плотности костной ткани, с весом, с ростом, с индексом массы тела и с массой других параметров, с остеофитами и всё. Было показано, что при остеоартрозе размеры остеофитов влияют и скорость их образования зависит от носительства определенных генотипов. То есть знание носительства этих генотипов о геночувствительности позволяет прогнозировать характер течения заболевания остеоартроза и применять соответствующую адекватную терапию. И, значит, дальнейшие наши исследования как раз в этом плане будут и направлены с более таким поворотом в практику. Допустим, было показано, что носительство определенных генотипов, генов... Всё. Всё. Всё понятно. И дальнейшие исследования продолжаются. Одной фразой скажем. Всё. Вот одной фразой в конце сказали всё то, что говорили перед этим вот столько. Вы понимаете? А вот коротко взяли всё и подчеркнули. И замечательно. Я бы мог вообще это только начать и закончить. Ну, это нужно вот всё ужимать. Ну, я всё поняла. Там достаточно материала, что-то порежем. Я ещё хотел просто очень интересные данные. Не войдёт ничего, Валерий. Нет, это всего две фразы. Ну, скажите. Это всего две фразы. Хорошо. И не более того. Значит, есть система ШЛЯ. Вот носительство СЕ, так называемых, генотипов, повышает риск заболевания ревматоидным артритом в 13 раз. А присоединение к другому параметру биохимическому, иммунологическому, антицитруиновых антител, они сами по себе тоже повышают вероятность постановки ревматоидного артрита, особенно раннего ревматоидного артрита, в несколько раз. Вот их комбинация, то, что делает сейчас вот Гусева у нас, их комбинация повышает вероятность постановки на ранней стадии ревматоидного артрита, определенного диагноза, порядка в 90 раз. Это вот мы когда снимали ревматоидные, ранние ревматоидные артриты, по-моему, этими исследованиями занимаются иммунологическая лаборатория, которая на первом этаже. Да, правильно, это цитрулины, цитрулиновые, а мы занимаемся ОШЛЯ. Понятно. Понимаете? Ну, неважно, у вас ведь как-то взаимосвязаны какие-то вещи. Да, конечно, мы обмениваемся этими результатами. Это когда я снимала, мы там как раз и говорили, когда... Вот, но они отдельно анализируют антицитрулиновые, они не анализируют ОШЛЯ. А Гусева ставит ОШЛЯ и анализирует антицитрулиновые антитела. Там получается такая вещь, что среди контроля вот эта комбинация СЕ+, СЕ+, положительные антицитрулиновые антитела вообще не встречается. Вообще не встречается. А среди больных она 36%. Суть очень важна. Очень важна. И среди больных, которые там же поступали ранний ревматоидный артрит с определенным уже установленным диагнозом, последующим, и тех, у которых сняли этот ревматоидный артрит, там разительная разница в частоте встречаемости вот этих двух комбинаций, вот этих двух параметров. То есть для диагностики и для практики это очень большое подспойно. Очень большое подспойно. Потому что чем раньше начали лечение, там более успешно. Отлично. Вот это точка.